Две пары качелей, спортивная площадка для самых маленьких, горки на любой вкус. Есть металлические со сложными переходами и лесенками и пластиковые. Рядом комплекс для физических упражнений. Всего два года назад здесь появились еще две новые горки для самых маленьких и для ребят постарше. Но что самое интересное, самый большой игровой комплекс в Риотове пустует и днем, и вечером. Находится этот комплекс через дорогу. Идти сюда от 17-го дома по юбилейному проспекту минуты три. От Южной-2 немного дольше. Но гулять хочется прямо под окнами, а хулиган их горки лишают. Так обозначена проблема в письме. На земле свежие следы демонтажа. Убрали аттракцион по просьбе самих жителей, объясняет руководитель управляющей компании. Там были металлоконструкции, да, уже сгнившие от времени, да. То есть нельзя было закрепить, листы были прогнившие, ну уже коррозия по ним пошла, да, аварийная. То есть опасно для детей. На самом деле в этом дворе целых четыре детских площадки. От одной до другой метров сто. Старенькие, но надежные. Так говорит о них директор управляющей компании Сергей Дробышев. Только в этом подъезде десять маленьких детей. Двухлетних, трехлетних, пятилетних. И вот еще беременные две девочки ходят. Ну вот мы все выходим на эту площадку, здесь ковыряемся. Все, что можем, мы делаем это. А могут много. И лавочки сами установили, и качели с дачи привезли. Но хочется большего. Об этом Анна написала в письме директора управляющей компании. А сегодня обращается лично. Большой комплекс, как принято, здесь физически нельзя установить, естественно. Потому что должна здесь граничить с детским садиком, дорога, определенные должны быть расстояния. Большой и не нужен, объясняет Анна. Проблему нехватки развлечений решит деревянный домик и безопасная горка. Директор обещает отыскать их в резервном фонде управляющей компании. Уже через пару недель все это во дворе появится, заверил он. Юлия Вдулаева, Артем Царев, ДЛЕР-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин.